так вот вот какая история значит позвонили мне из они это называется кофе house есть такие сети ресторанов значит сети ресторанов ну я не знаю мире там или где очень интернете можно найти у вас есть ничего себе значит у них что-то там с грибным супом возникли с поставками какие-то проблемы они начали искать альтернативу созвонились со мной спрашивают относительно этого супа я ему объяснил что ну есть у меня такой продукт значит там они поинтересовались и я говорю что говорить ну как можно говорить о продукте который имеет плюсовые свои параметры не попробовал этот продукт то есть я выдавайте я сначала вам отправлю пробники вы сначала попробуйте потом будем говорить о всем остальном какой смысл там разговаривать о супе если вы его не пробовать вот я им отправляю вот эти пробники и представь себе значит звонит этот человек это понял менеджер который там занимается этими делами и сообщает такую информацию что в общем они попробовали в общем их это устраивает значит единственное там немножко недостаток что много соли это вопрос вообще исправимый то есть ты в рецептуре нужно немножко внести коррективу и немножко и не понравилась консистенция что он недостаточно густой раньше они пользовались к норам по моему и тормотно он такой когда заваришь он такой делается как кисель ну я знаю просто я же ресторане работал я просто в курсах этих всех делов вот и значит недостаточный густой значит у меня в супе задумано так что для простоты сейчас все упрощается и быстро я его позиционировал как суп который быстрого разведения будет быстрого приготовления то есть засыпаешь кружку разводишь кипятком но на самом деле он так готовится но действительно в составе там есть крахмал но он крахмал кипятком залитый он не получает своей той густоты которая необходима для того чтобы он был такой именно густой как нужно его нужно развести хоро холодной водой тогда добавить токи заварить но это получается уже немножко сложно для блондинки вот поэтому я вот этот так утрировал вот этот процесс приготовления для того чтобы на первый план выходила простота и с другой стороны позиционировал этот продукт как все-таки гриба содержащий это там не гмо ничего там надеюсь натуральная сушеная вешенка главная составляющая и все остальное для того чтобы сделать вкус подвести его под вкусовые параметры современного человека который уже без глютамоната натрия ему ничего не вкусно вот то есть даже там взять реально курицу курицу которая выросла где-то в селе натурально попробовать просто сварить на вкус то человек скажет что это что-то не то у нее какой-то вкус не такой как должен быть потому что это настоящая курица значит продукт был сделан и вот смотри что позвонили из этого кофе-хаус и сказали что их устраивает этот продукт то есть им понравилось ну это это хорошая история хорошая новость до главное нет поняла это понимаешь но это признание это признание этого продукта но есть один такой момент второй момент уже вторая сторона что им то этого супа нужно килограмм 100 в неделю или месяц допустим до теперь света теперь давай я вот я тебе сразу скажу вот будешь знать такую информацию это обязательно я добавлю на youtube не там кто пытливый и кому действительно нужно учиться а учиться такое дело знаешь я вот учился например примеру я скажу я учился в медицинском училище я учился например в институте и во всех этих учреждениях я вот в институте я шесть лет учился шесть лет шесть лет жизни это не просто шесть часов это не не шесть минуток это шесть лет понимаешь шесть лет нужно было ходить учить какую-то историю еще какую-то фигню понимаешь этим всем забивали голову все это время и не за это время я надеялся что кто-то мне в конце концов но начнет рассказывать ну а как с помощью этого зарабатывать деньги и понимаешь я вот отучился десять лет и за это время мне никто не начал рассказывать как не зарабатывать деньги я понял что это я сам должен для себя решить как зарабатывать деньги поэтому я бросил медицину и начал заниматься совсем другими вещами вот и не мне там рассказали как зарабатывать деньги анестезиологи я это послушал я понял это не для меня этот способ не тот так чему веду значит с этим супом что получилось людям значит то есть они оценили что продукт вообще хороший только им нужно 100 килограмм что означает 100 килограмм сушеной вешенки 100 килограмм сушеной вешенки это из расчета что приблизительно 13-14 килограмм мокрой вешенки то есть сырой свежий нужно пересушить и это не то что не кондиции ли то что портится это свежие лучшие вешенки для того чтобы было хорошее качество порошка при том ноги они вообще безвкусные нужно сушить именно вот сами шляпки то есть это еще выносит из ног можно делать просто грибную муку но она вкуса там вообще никого не имеют именно вкус имеют сами вот эти обломки пыль вот это то обламывается скрыть краешка вот вешенки вот она имеет грибной вкус все остальное наполнитель получает то есть реально для получения полуценного порошка нужно килограмм 15 вешенки то есть для того чтобы получить 100 килограмм нам нужно умножить на 15 это у нас получается полторы тонны грибов нам нужно высушить для того чтобы получить 100 килограмм порошка вот да теперь вопрос не в том что как вырастить полторы тонны грибов ну скажем это вопрос там технически решаемый как-то там скажем но вопрос только еще в другом как высушить полторы тонны грибов это нужно целый завод понимаешь а как высушить полторы тонны например каждый месяц не говоря уже там за неделю и все остальное здесь значит открывается вот такой вот обширный вопрос который связан вообще с производством порошка и всего остального чему в принципе я веду что вот грибовоз то это отрасль у меня есть как где-то валяется там еще на канале там значит бизнес планы когда-то писал есть такое перспективное рассмотрение вообще вопроса выращивания вешенки и вот мы где-то даже говорили о том что рано или поздно этот продукт станет сырьем когда тонны вешенки они будут использоваться для экстракции например просто белка из которого будут лепить там на принтерах мясо или еще что-то или какие-то другие продукты но за основу будет браться просто белок натуральный естественнейший прекрасный белок из вешенки вот из порошка получилась такая история с одной стороны она конечно порадовала это признание хорошее но реально производить 100 килограмм порошка вот этого это невозможно и как сказать вот это другая страна это такая вторая сторона медали она меня вообще не порадовала и что делать в этой ситуации реально я ну что делать я ничего не могу сделать то есть технически это мнение те недочетность то есть рецептуре изменить состав там соли это не проблема значит то можно еще а ну сейчас секундочку